Слава Господу, братья и сестры, я очень рад сегодня быть вместе с вами. Но брат пастор сказал, что я епископ, да, я был пастором, был епископом, но так Бог усмотрел или решил, что я сегодня миссионер. Где-то года четыре с половиной, ну почти пять назад, Бог сказал мне, я сам из Украины, оставить свое служение, не очень хотели наши церкви, наши служители, и переехать в Германию. Я уже там сейчас, вот пятый год. Наше служение сейчас называется «Свет на Западе». Я не буду много говорить о нашем служении, если у кого-то будет вопрос, я могу после служения поделиться информацией, но буквально два слова скажу, что сегодня Европа как континент, ну большинство из вас, как славяне, вы имеете корни оттудова, она переживает самые тяжелые времена, то есть место или континент, где был и Лютер, и Кальвин, и Цвингль, и другие, откуда началось огромное пробуждение, которое пришло и сюда, на этот континент. Сегодня Европа становится местом для миссионеров, куда надо посылать миссионеров, где надо говорить, и очень сложно говорить. Все люди вроде верующие, все люди знают Библию, но все живут абсолютно по другим законам, церкви пустые, мусульмане растут, мечети строятся, ситуация более чем плачевная. И вот Бог дал мне там уже пятый год служить, и я надеюсь, что и мой визит сейчас сюда, в Америку, для того и предназначен, чтобы в вашей церкви или здесь люди, которые еще переживают за то, что там происходит, могли поддержать нас, помолиться за нас, помочь нам. Ну я, так как Иван Краситель, когда-то перед пробуждением, то есть я понимаю, что я маленький человек, но я понимаю, что и верю, что пробуждение должно прийти в Европу, что Бог любит этот континент, что там должно что-то поменяться, что церкви, которые сейчас почти никакие, спят конкретно, что они должны проснуться. Я хочу, чтобы мы достучались, есть такая фраза, к Богу и смогли быть нужными Ему. Я нуждаюсь тоже в вашей поддержке, в вашей молитве, чтобы Бог дал мне силы там устоять, не уйти, дождаться или достучаться, чтобы это пробуждение пришло на этот континент. Я хочу сегодня поделиться словом. Брат перед началом меня спросил, о чем я могу говорить. Ну у каждого из служителей или проповедников всегда есть много разных тем. Но у меня такое сегодня как бы пожелание. У вас начинается год, начинается пост, начинается молитва. Я хочу сегодня поговорить или порассуждать вместе с вами об очень простой вещи. Что такое благодать? По-моему, это не сложный вопрос, не самый сложный с точки зрения теологии. Но я хочу прочитать один текст. Это будет записано в послании к Ефесянам, апостола Павла. Там есть очень-очень интересное, короткое слово. Это третья глава, Ефесянам, второй стих. И как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас. В оригинале это звучит чуть-чуть как бы в упрощенном или чуть-чуть в таком более понятном подходе. Там написано так, благодать, которая для вас мне дана. Но в нашем, в русском или в славянском переводе это еще чуть-чуть ближе даже к оригиналу. Потому что благодать можно как бы с двух сторон понимать. То есть благодать какая-то вещь. Благодать, вот она, ее берешь, ложишь, отдаешь. Или благо-тере-дать. Это уже не как слово, не как вещь, а как словосочетание. Вы со мной или нет? Я хочу сейчас говорить именно вот об этой части. То есть очень часто мы, получая что-то от Бога, мы очень довольны, мы счастливы, мы получили благодать от Бога. Это классно. Но вся проблема, знаете, в чем? Я иногда люблю говорить, возьмите то, что вы получили от Бога, поверните какой-то другой стороной, или передней, или задней. И сто процентов там вы найдете не ваше имя, не ваш адрес, не ваш город, может быть. То есть это вещь, которая вам никогда не принадлежит. Вы со мной или нет? Павел пишет. Благодать, которая для вас мне дана. Вы понимаете разницу, да? Кто знает, у нас очень такие были хорошие люди, мы их любили, мы их называли поштальоны. Вот они приходят на пошту и получают целую торбу писем, денег, допустим, там для пенсионеров. Ну, огромное количество. Эта торба такая, что, может быть, на одно плечо не поместится. Доволен этот поштальон всем тем, что он получил. Но может ли этот поштальон хотя бы одно письмо из этой торбы присвоить себе? Это ж какой клондайк, правда? Прошел домой, включил настольную лампу. Столько ж можно прочитать хороших вещей, хорошей информации. Потом заклеил, отдал. Но это ж интересно, правда? Более того, у нас было такое время, когда некоторые люди не получали по три, по четыре месяца зарплаты. А тут полторбы денег. Ну, можно же черный список оставить, эти пенсионеры и так подождут. Потом отдать. А тут у меня, я поштальон, у меня пятеро детей. Вы понимаете, о чем идет речь, да? То есть, как бы там ни было, может ли поштальон что-то из этого присвоить себе? Хотя это он получил на законных основаниях. Но его задача, этого пасстальона, донести это до адресата. И высший пилотаж, да, если так можно сказать, или верх какой-то радости, это когда он приходит к калитке какого-то дома, кто, допустим, там пять или десять лет ждал какое-то письмо. И что с калитки он говорит ему, «Танцуй, потому что для тебя вот я принес на глазах у этого человека радость, слезы. Он готов этого пасстальона там обнять, расцеловать, что угодно». Вот это в тысячу раз большая радость, чем в тот момент, когда мы с вами что-то от Бога получили. Вы понимаете, насколько мы иногда обделяем себя при своем, во-первых, при своем в эту благодать себе. Мы почему-то считаем, что это наше. Мы его взяли, мы от Бога получили. Я сейчас буду говорить, а вы вспомните об одном человеке, который так и сделал, да? Взял, получил, чтобы не пропало. Кто-то спрятал, кто-то закопал. Ну вот оно мое, оно мне дано. Я его сохранил. Тут приходит хозяин, он вынимает. Ты мне дал, я тебе принес. И получил благодарность. Вы слышали, какая была благодарность. Заберите это у него. Он не донес по адресу. Он решил, что можно это присвоить себе. Он не пустил это дело в оборот. Он не сделал то, для чего он предназначен. Мы с вами сегодня на земле для чего-то предназначены или нет? Бог хочет что-то сделать через нас. мы много получаем от Бога. Мы не можем сегодня Богу поставить претензии, что он нам что-то не додал или не доделал, или ну, как-то несовершенный он в своих каких-то действиях. Нет, он дал нам все. Дал нам право этими закромами Божьими пользоваться. Но я опять возвращаюсь к тексту, который я прочитал. Благодать, которая для вас мне дана, пишет Павел. Я припоминаю одну женщину, вы ее тоже, наверное, вспомните, из Старого Завета. К ней пришел, ну, в украинском переводе написано нагло, пришел к ней домой Божий человек. Сел за стол и говорит, ты должна меня накормить. Она говорит, у меня ничего нет. Там, если есть там две вот этих жменьки муки, мы решили с сыном спечем там какую-то лепешку съедим и умрем. У нас ничего нет. Вот у меня одна соседка богатая, другая, вот третья, ты можешь туда пойти, она ему намекает конкретно. Этот Божий человек сидит и безусловно говорит, ничего не знаю. Ты мне должна эти лепешки делать. И вот эта женщина решила, ну ладно, уже день раньше умереть, день позже, какая разница. Лепит эти лепешки, слепила, положила ему на стол, села с другой стороны, я так себе представляю, со своим сыном. У нее слюнки текут, у сына тоже. И этот Божий человек на глазах вот этой женщины съедает, нагло написано по-украински, вот этих два последних блинчика. Вы читали эту историю в Библии или нет? Она мне о чем-то говорит. Я специально не буду говорить, что произошло с этой женщиной потом. Это для вас домашнее задание, прочитайте Библию, там красиво написано, что дальше было. Но для меня интересен вот этот момент. Почему мы очень мало от Бога получаем? почему с нами не происходит то, что произошло с этой женщиной потом, когда этот Божий человек ушел от нее? Потому что мы считаем, что это наше, это нам. Мы не можем, мы боимся отдать. Мы говорим, что мы не самые богатые, мы не самые сильные. У нас есть понятие рядовые члены, это там прерогатива пасторов, служителей, они обязаны перед Богом и перед церковью что-то делать. А кто мы такие? Но я обращаюсь сегодня к каждому и ко всем. Вернее, я хочу даже молиться, иногда я многие годы служитель, уже даже в третьем поколении мой отец был служителем, мой дедушка был служитель. Я вижу таких людей, которым хочется молиться Божьей, да пошли им вот так нагло какого-то человека, чтобы он сел у них за столом и забрал то, что они себе присвоили и не хотят ни с кем поделиться. Я хочу сегодня, чтобы мы это поняли, чтобы мы приняли, почему иногда Бог нам не дает. По простому счету, Он хотел бы положить наш карман, но Он полный. Некуда ложить. Он хотел бы нам что-то послать, но мы что-то наложили, что-то накопили и считаем, что оно наше. Павел пишет, да, это благодать, но она мне для кого-то дана. Пока мы это не поймем, пока мы не перестроим вот эти принципы, на которых мир живет вокруг нас, они накапливают, подпроценты дают и так далее, а наша Библия, наш банковский закон говорит о другом. Хочешь иметь, учись отдавать. И чем больше ты будешь отдавать, тем больше ты сможешь получать. Благодать, пишет Павел, которая для вас мне дана. Мы много получаем от Бога, но как много мы отдаем из того, что мы получаем. Знаете, был такой момент в истории еврейского народа, когда можно было понять по неправильному отношению одной прекрасной вещи по запаху. Кто помнит? Вот подходишь к одной палатке, хороший запах. Подходишь к другой палатке, где евреи жили, написано трупный запах разложившегося человеческого мяса. Это страшный запах. Как вы думаете, из чего исходил этот запах? Из манны небесной. То есть, если человек неправильно понимал, как ею пользоваться, и по-нашему, по-человечески, ага, это мне достаточно, но я еще под подушку ложу на черный день, то предупреждал Господь, ничего не ложите, я вам пошлю и завтра, и послезавтра, и не доверяя Богу, люди свои законы употребляли и брали этой манны небесной больше, чем им было надобно. И это манна небесная хорошая вещь. Пища богов, пища неба, но неправильное с нею обращение приводило к тому, что она на второй день начинала разлагаться и издавала такой плохой запах. Я так один глаз закрывая, другой открывая, хочу привести вам только пример, да, вы, наверное, тоже встречали, есть такие люди, подходишь к нему, ну, только мизинцами его тронешь, наш хороший брат, верующий, или сестра хорошая, и такой исходит запах, вы понимаете, о чем я говорю? Мало просто знать Бога, мало понимать его законы, надо правильно ими пользоваться, так как в любых законах мира есть какие-то правила, да, есть в духовных законах тоже правила, возьмите свежую воду, вот вы взяли из прекрасного источника, целое ведро у нас на Западной Украине всегда так было, заходишь в дом, стояла там табуретка, ведро воды и такая алюминиевая кружка рядышком, может вы помните такое, ну, было когда-то раньше, да, вот вы принесли это ведро хорошей, прекрасной воды и поставили его у себя в коридоре, если вы его не использовали, через несколько дней это уже не совсем свежая вода, если еще чуть-чуть прошло время, она уже позеленеет, а чуть дальше там уже начнет что-то шевелиться в этой воде и вы с этой водой уже ничего не сделаете или вы не со мной, хорошая, свежая свежая из хорошего источника вода, но если она не пущена в оборот, если она не пополняется, если никто из нее не черпает, приходит вот такой не совсем хороший, вы уже даже не наклонитесь над этим ведром и с хорошей когда-то водой, я думаю, что вы уже догадались, к чему я хочу сегодня вас всех в этом служении или в этой проповеди призвать. Знаете, сегодня есть такая фраза модная, вот я уже тут несколько недель в Америке и голос посадил, потому что был на севере, приехал к дочери в Кливленд, а там объявили шторм и минус 30 и больше, и вот я немножко прихватил, но думаю, что выдержу до конца проповеди. и хочу как бы поощрить вас или поднять или подтолкнуть к тому, чтобы мы не просто зацикливались на чем-то одном, не просто брали для себя то, что Бог дал нам отдавать кому-то другому, чтобы мы научились отдавать. И сегодня многие говорят, да, вот у меня депрессия, когда-то мы не понимали, что это такое, я хочу сказать вам, у кого такое состояние депрессии или там вам сложно, вы срочно ищите того, кому чуть-чуть хуже. Пойдите, помогите ему, и вы вернетесь домой, и вы не найдете своей депрессии. Это прекрасный духовный пенициллин работает на 100%, вы со мной или нет? Прекрасно! Сильнейший библейский принцип, если мы зацикливаемся на себе, приходят депрессии. Если мы не отдаем то, что в нас не использовано по прямому предназначению, оно перестает быть свежим, перестает быть нужным, оно не востребовано. Как вы думаете, мир, который вокруг нас, он нуждается в этой благодати или нет? Мир, который вокруг нас гибнет, по какой причине, как вы думаете? Так, мягко, не грубо, но я попробую так, чтобы и себя, и вас не обидеть, да? мы забрали это себе. Помните, это уже было в истории Библии. Написано, присвоили, ключи царства взяли себе и сами туда не входили и другим не давали возможности. Вы читали такое в истории церкви или в истории Библии или в Новом Завете? Это очень ответственный период. Если мы сегодня видим с вами, что мир вокруг нас гибнет, если мы сегодня видим, что люди вокруг нас сегодня от Бога уходят далеко, и мы иногда говорим, слава Богу, что я не там, слава Богу, что мои дети не там, слава Богу, кто-то уже так молился, помните? Слава Богу, что я не такой, как эти люди. Мы готовы какую-то стену такую три метра поставить между нами и миром, который вокруг нас. Но наше спасение, братья и сестры, именно в мире, как бы это парадоксально не звучало. Я как служитель, или отец, или уже дедушка, у меня девять внуков, хочу сказать конкретно, если мы хотим, чтобы мир не забрал нашу молодежь, нам надо срочно послать нашу молодежь в мир. Вы понимаете, да? То есть там наше спасение, не в изоляции от этого мира. Если мы спасатели, то наша задача не просто показать людям, что мы святые, наша задача освящать этих людей. Вы понимаете, разницу или нет? Если мы спасатели, если Бог нас чем-то наделил, то Он и спросит нас за это. И поэтому я еще, еще, еще раз обращаюсь вот к этим словам апостола Павла о благодати. Вот благодать, говорит Павел, но она для вас мне дана. Если вы что-то получили, даже сегодня, даже в этом служении, что-то Бог вам сказал, открыл, через братьев, через песни, через проповедь, через слово свое, я хочу сегодня сказать вам, это для кого-то предназначено. Кто-то должен это получить, кому-то вы должны это отдать. Вот придете же домой и к вам позвонит ваша подружка, о чем вы будете говорить? Я такой же, как вы. У меня тоже есть жена, тоже есть телефон, и тоже звонят, и тоже говорят, если записывать все это на майтофон и прокрутить вот здесь в церкви, как мы благодать эту распространяем, я думаю, что никто бы не захотел, чтобы это прокрутили перед всеми. Или я не прав? может быть у вас хорошая церковь, извиняюсь, я гость, но я говорю о себе тогда. Я хочу сегодня, чтобы мы поняли, что то, чем нас наполнил Бог, оно кому-то принадлежит. Кто-то давно ждет этого, и мы не знаем, как его найти, мы не знаем, как к нему обратиться, мы не знаем, как к нему достучаться, мы находим кучу разных моментов, чтобы как-то оправдать свою занятость, мы все заняты, но если мы заняты, тогда мы не поштальоны, или не так. Если Бог позвал нас, так с какой-то целью, я помню, мы работали в Ровенской области есть город Дубна, и там была такая когда-то детская, сейчас ее сделали чуть-чуть постарше, колония, ну тюрьма, зона. Мы начали сюда приходить, проповедовать, говорить, ну просто говорили, молились, там нам дали маленькую комнатку, там приходило 5, 10, 7 человек, ну мы считали, что это нормально, здорово, классно, но в какой-то момент, я уже не помню, кому-то из нашей команды пришла такая мысль, а давайте мы с ними поговорим не просто о, вот как мы всегда говорили, а поговорим о том, что происходит вокруг в мире, как люди гибнут, как они гибнут, вот там находясь в этой зоне, и поговорим о том, что Богу нужны люди, чтобы как-то вот это все поменять, простая казалось бы вещь, но мы не просто им говорили, как мы говорили, придите, Бог вас любит, все будет хорошо, классно, это как Кашпоровский иногда говорит, да, ваши проблемы уйдут, болезни исцелятся, вот Бог хороший, и так дальше, как-то вот мы где-то застряли в христианстве на таких вот подходах, мы просто сказали этим ребятам, что Бог нуждается в них, чтобы изменить вот ту ситуацию, которая там появилась вообще в мире как таковом, я помню, я прихожу туда в зону, меня призывает замполит, и говорит, пастор, там что-то произошло на зоне, а что, не знаю, подходок, они собрались, и уже дошло аж до замполита, и кто-то там, ну как в зоне, бугорок, собрал всех и говорит, ребята, так они, оказывается, они просто пришли к нам порожняки гонять, это слово мне запомнилось на всю жизнь, и вы знаете, когда кончилось у них построение, обычно в конце построения они объявляли, ну там будет молитвенная комната, желающие могут пойти, в конце построения сам полит или кто-то там был дежурный офицер объявляет, кто хочет пойти навстречу с верующими, как вы думаете, сколько пришло человек, это был шок для нас, мы были не готовы, у них зал вмещает где-то 300 человек, а пришло больше, только потому, что мы правильно начали говорить им о Боге, буквально через несколько месяцев там же в тюрьме они выкопили яму, вы понимаете для чего, мы только из свободы принесли такой брезент, который воду не пропускает, чтобы эту яму заселить, жены офицеров рыдали, они не понимали, что делает Бог, эти ребята принимали крещение, очередь была, я преподавал это крещение там с братьями, только потому, что мы начали правильно употреблять то, что нам поручено Богом, вы понимаете, в чем идет речь, мы сказали им, вы нужны Богу, гибнет мир, гибнут ваши родные, катастрофа, вы нужны Богу, вся наша проблема, что мы иногда зовем людей в церковь, они приходят, садятся, а потом мы им, мы как-то так понимаем, что они вырастут, станут чуть-чуть понимать что-то в Библии, мы им скажем, что надо проповедовать, мы потом к ним подходим, они говорят, а мы так не договаривались, мы пришли, у вас хорошая компания, хорошо поют, хорошее отношение, нам нравится у вас, но мы не договаривались, что мы пойдем куда-то и будем что-то делать, вы со мной или нет? И уже, наверное, догадываетесь, к чему я сейчас буду призывать всех нас в этой молитве, я хочу, чтобы ваша церковь в вашем городе поняла свое предназначение. Мы здесь для того, чтобы поменять духовный климат над этим городом. Мы здесь для того, чтобы каждый дальний или ближний, каждый от кого кто-то, может быть, отвернулся, он получил то, что ему предназначено по назначению. Когда вы пройдете сегодня домой, тихонько, чтобы никто не видел, возьмите свою благодать, поверните другой стороной и прочитайте там, что там написано. Помолитесь, и Бог вам укажет улицу, номер дома, имя, сто процентов. И когда вы доставите это по адресу, вы переживете такую радость. Я гарантирую вас авторитетом Библии, которую вы никогда не переживали. Это в тысячу раз сильнее, чем тогда, когда вы просто получили эту благодать. Когда она вами доставится по точному адресату или по точному человеку или кому она предназначена, и вы увидите в глазах этого человека радость от получения того, что он ждал, может быть, годами, я только могу представить, что будет происходить в вашем сердце, в вашем уме, ради этого стоит жить. Вы слышите меня? Ради этого стоит жить. Ради одного грешника, или во имя одного грешника, или после покаяния одного грешника ангелы на небе поднимаются и славят Бога. Я хочу, чтобы над вашими семьями, над вашими домами, над вашей церковью, над каждым из вас поднимались ангелы. Если вы сейчас сидите и думаете, ну да, это хорошая вещь, это красиво сказано, но я же такой маленький, как Чебурашка. Чем ты меньше, тем больше у тебя шансов. Я вот работаю сейчас в Германии, это катастрофа подходить к человеку, который знает Библию, понимает много, он лучше меня понимает, но ничего не делает. Начинаешь ему говорить о Боге, начинаешь ему говорить какие-то духовные вещи, это как спящий, знаете, когда ты его будешь, он готов там и тапочками, и табуреткой в тебя, и на мою голову это уже прилетало, я уже получал там. Только за то, не то, что он неправильно говорил, кто-то поделил там уже территорию, кто-то мы уже там вот эти спящие территории поделены, и туда нельзя уже заходить, не приходить, не говорить ничего. Это катастрофа, братья и сестры. Присвоили себе то, что Бог не дал право присваивать ни мне, ни вам, никому. Пастором церкви не являюсь ни я, ни ваш пастор. У нас есть пастор, и мы знаем его имя. Его имя Иисус Христос. Иногда наша проблема, как пасторов, когда мы учим людей слышать наш голос, но мы должны научить людей слушать его голос. Если Бог кому-то захочет прийти, постучаться или позвать, помните, один учитель в Библии научил так своего ученика. Его будет Господь ночью, он бежит к своему учителю, и ты меня звал, и ты говоришь, ну два часа ночи, ты что, спи. Через час опять та же ситуация, он опять приходит, и говорит, ну что, больной. Три часа ночи, начало четвертого, я тебя не звал. И аж потом этому учителю дошло. Я не так научил этого ученика, он хороший ученик был, вот такой. И когда он пришел ему еще в очередной раз, он говорит, больше не иди ко мне. Вы со мной или нет? услышишь этот голос и скажи, я готов слышать тебя, Господь. Бери и употребляй. Я хочу сегодня молиться вместе с вами, чтобы церковь последнего времени поняла эту вещь. Пастор наш, Господь наш, Иисус Христос, и Он хочет с нами общаться днем, вечером и каждый день. И Он хочет нами пользоваться. Наша задача как служителей научить вас всех слышать этот голос. И если я нормальный пастор, я буду на 25-м небе радостный, правда, если я услышу, что моего брата, мою сестру, мою овечку Бог взял в свой удел, это высший пилотаж. Даже если мой ученик будет на три головы выше меня, это классно. Это сильно. Я хочу, чтобы мы это поняли. Мы будем сейчас об этом молиться. Я хочу, чтобы мы просто сказали Богу, я хочу Господь. Научи меня, Господь. Дай мне понять, что то, что ты мне дал, оно принадлежит кому-то. Научи меня отдавать. Научи меня. Иногда, мы знаете, как думаем? Мы думаем, что мы знаем, кому это надо отдать. И мы избираем. А этот человек уже был два раза в церкви, я уже ему дал Евангелие. Вот я ему еще раз приду, скажу. Мы так решаем, почему-то. Приходим ему в очередной раз и говорим, ты примешь от меня еще одну Евангелие? Он говорит, ну да. А ты готов прийти в церковь? Ну да. Видели таких людей? И приходит, я видел таких. Ты ему скажешь, а ты готов на колени встать? Ну да. У него ноль желания что-то с Богом иметь какие-то отношения, но мы почему-то думаем, что вот с этим человеком надо работать. И когда нам Бог посылает какого-то такого конченого грешника на улице, мы тихонько переходим на другую сторону. От него уже запах не совсем хороший. Вот 300 лет нам нужен. Я хочу сегодня. Попробуйте. Отдать это в Божьи руки. Если Бог пишет адрес на этой благодати, не заклеивайте его скотчем. Не пишите там своей ручкой чье-то имя. Просто занесите по адресу. Я помню один раз тоже в одной зоне мы работали. У меня есть еще две минуты, да? Я думаю. Тоже в одной зоне работали уже для старших людей. И мы приезжали туда с командой. И уже я помню наши сестры молились в бусике, Господи, пускай этот человек не придет на нашу встречу. И приходили, там приходил один такой бугорок, зоновский. Он выдерживал ну буквально там минут 5-10 и начал такие колкие фразы бросать там. Ну, как всегда там что-то подколоть кого-то, меня, других. Ну, короче, портил всю нашу эту встречу с этими осужденными. И мы уходили всегда с таким, ну, каким-то горьким осадком вот здесь внутри. Я-то как-то еще терпел, но уже нашли сестры там или кто был в группе. Ну, не могли. Я помню, молятся в автобусе, пускай он не придет. Люди же хотят о Боге услышать. Один раз звонит мне этот начальник тюрьмы или замполит и говорит, пастор, вне очереди, срочно приедьте, один осужденный хочет с вами встретиться. Ну, пожалуйста. Я все бросил, сел и приехал. Завели меня в эту комнату встречи с этими осужденными, открываются двери. И как вы думаете, кто приходит? Вот этот бугорок, он пришел, как упал там на колени. Вы знаете, женщины так не рыдают. По моему мнению, он не готов к покаянию. Ну, 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 всегда мешал нам. Ну, мы бы, мы бы его ходили, мы молились, чтобы он не пришел туда. А так Слово Божье его касалось, он приходил, 10 минут хватало его, чтобы нас послушать, а уже на 11-й минуте он готов был падать и каяться, но он бугорок. Как на него среагирует зона? И чтобы как-то заглушить этот голос совести, он откидал вот эти реплики. Мы же думали по-другому. Его переводили в другую зону, он понимал, что он уже больше с нами не встретится, и он заказал, чтобы меня вызвали как пастора. Я с ним говорил, это было такое покаяние, которого я в жизни еще не переживал. Он искренне, конкретно, кайлосо принимал Бога. Мы его списали как верующие. Мы молились тогда, чтобы он не пришел. Он не нужен уже был нам, но он был нужен Богу. Понимаете? Вот проблема, когда мы адрес ставим свой, но когда Бог ставит адрес свой. Это разные вещи. Я знаю и уверен, что там, где вы живете, там, где вы находитесь, Бог давно избрал вот таких адресатов, которых мы обходим и трогаем, нам как-то они неинтересны, мы ищем тех, которые более интересны. Доверьтесь Богу. И вы увидите Божью славу. Сто процентов. Доверьтесь Ему, и вы увидите, как Бог сделает чудо в вашей жизни. Даже у вас ничего, если сегодня нет. Я буду молиться, что если у вас ничего нет, если вы верующий буквально три дня и пришли сюда третий раз, вы нужны Богу, братья и сестры. И через вас Бог может делать тысячу раз больше. Я был где-то 12 лет лидером молодежи в огромной церкви в Украине. Где-то полторы-две тысячи было членов. В одной молодежи у нас было где-то 300 или 400 человек. Я потом умолил, братья, отпустите меня. Я хочу просто... Это была такая консервативная церковь, было тяжело отслужить. Я начал церковь с нуля, вот на асфальте. Пришло там человек 40-50, мой чуть больше, до 60. Моя жена выла. Это были люди, тот бомж, та проститутка, той какой-то бывший экстрасенс. Ну такая команда, что вам и не снилось, дорогие мои. Но с этой командой этих 50-60 человек, где-то за года три или четыре, эта церковь сделала в сто раз больше, чем церковь полторы тысячи членов. Вы понимаете или нет? Почему? Эти люди настолько были отданы Богу, шли к этим неверующим, говорили им о Боге. Помню, мне звонят ночью, пастор, мы его так и так сказали. Я им говорю, что вы сказали? Библия так не говорит, это совершенно не библейский принцип. Вы неправильно сказали. Что они делали? Они на другой день шли к этим неверующим, говорили, мы воззвонили пастору, вот мы вам вчера сказали, это не так, а вот так. Казалось бы, люди бы на них махнули рукой, но видя их искренность, эти неверующие топом и шли и каялись. Через людей, которые три дня с Богом, которых еще этот запах курева, эти все бомжовские, эти все привычки не ушли, они были не приспособлены ни к чему. Но для Бога это не вопрос. Для Бога это не играет никакой роли. Вы понимаете, мы получили эта церковь маленькая, помню, мне позвонили братья, вы хотите получить, мы вам машину пошлем с литературой, ну, говорю, давайте посылайте. Когда-то машина въехала на нашу улицу, я был в шоке. Приехал такой трак, 16 тонн украинских Библий. Вы понимаете, о чем я говорю, а? Где сгрузить 16 тонн Библии, это был огромный вопрос, это еще было в 88-й, 9-й год, и что советская власть не ушла. Это означает, если правильно с Богом иметь отношение. Если мы отдали все Бог нам, мы обеспечили церкви, другие, и баптистские, и пейзиатнические, все воинские части, школы, институты, ну, 16 тонн Библии, это же надо было куда-то отдавать. Я хочу вам сказать, что если мы правильно начнем пользоваться Божьей благодатью, над вашей церковью взойдет солнце. Вы со мной или нет? И это не зависит от вашего пастора, это не зависит от ваших братьев, это зависит от нас, насколько правильно мы поймем наше предназначение. предназначение. Я хочу сейчас за это молиться вместе с вами. Может быть, кого-то Бог коснулся, вы уже можете молиться. Вы уже молите, Бог же, я готов, я хочу. Приди ко мне, как этот муж Божий, к этой женщине. Сядь за моим столом и то последнее, чем я дорожил до сих пор, забери, Господь, в твой удел. А потом вы прочитайте, как я говорю, что случилось с этой женщиной после того, когда она отдала это последнее. Я хочу сейчас молиться, чтобы самое последнее, самое немощное, все, что у вас есть, чтобы Бог взял в свой удел. Мы говорили сегодня с вами о благодати, не о как вещи, а как о действии. Благо, надо учиться отдавать. Это мой призыв. Если вы будете сейчас со мной молиться, я бы хотел, чтобы вы тоже не забыли о нашем старом континенте Европы. Мы очень нуждаемся в вашей молитве. И не просто сегодня. А помните, как один говорил, когда тебе будет хорошо? Помните, в тюрьме они вместе сидели, библейский пример. Тот выходит на свободу, а тот остается. Он говорит, когда тебе будет хорошо? Ну не забудь, что я здесь остался в этой тюрьме. Тот пошел и забыл, но потом вспомнил. Я хочу, чтобы когда вам будет хорошо, когда с вами будет Бог, чтобы вы, потому что я здесь вот еще недельку-две я улечу назад, я хотел бы, чтобы вы не забыли. Мы нуждаемся. Европа сейчас как никогда нуждается в ваших молитвах и в вашей поддержке. Я хочу сейчас молиться вместе с вами, чтобы благодать Божья правильно была нами принята, правильно использована, и чтобы она не завонялась, чтобы она не залежалась. Люди нуждаются в свежей пище. Отдайте. Я говорю, если вы сегодня что-то получили, придете домой, все ваши селфоны включите и всех обзвоните. А то, о чем вы хотели поговорить, перенесите на следующий день. И вы увидите, как поменяются эти люди, и вы поменяетесь, и вы по-другому посмотрите на свой селфон. Оказывается, он тоже может работать в Божьей благодати. Или не может? Может. Давайте мы встанем для молитв. Вечный, Святой, Премудрый, мы сегодня благодарны Тебе, Господь, что Ты нашел нас, призвал нас, оправдал нас и сделал нас Своими. Мы сегодня просим Тебя, Господь, прости нас за то, что мы часто то, что от Тебя получили, не научились никому отдавать. Я прошу Тебя, Господь, благословение на эту церковь, научись здесь всех от мала до велика отдавать то, что не получают. Разносить по адресам Твою благодать. Наполни таким рвением, таким желанием каждого дальнего и близкого. И пускай в этой церкви никогда Твоя прекрасная истина не будет застоянной. пускай она будет распространяться на все пределы. Благослови этот город Ванкувер, благослови Америку, благослови все церкви, которые сегодня не употребляют этой Твоей благодати. Научи, Господи, нас благодать Твою употреблять по назначению. И особенно я прошу Тебя, Господь, за нашу Европу, за страны в Европе, за церкви в Европе, которые сегодня неправильно понимают свое предназначение. Верни ты голос спасения в церковь Твою в Европе. Возбуди ревность по делу и Духу Твоему, Господь. Пошли Твоих служителей на эти готовые нивы, которые созрели, Господь. В Твое имя мы молимся, Господь. Для Твоей славы молимся. Услышь наши молитвы сегодня. Во имя Твое молимся и для Твоей славы. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова